Забытый заброшенный дворик Воронежского областного художественного музея имени Крамского такой выставки под открытым небом еще не видел. Странные разноцветные шары из металла, изогнутая железная лестница, лежащая в груди кирпичей, причудливые полотна мрачных тонов и содержания, трава, вырастающая из разбитых архитектурных фигур. Все это вызывает при первом взгляде неоднозначную реакцию и даже производит шокирующее впечатление. Музей живой, то есть это не мавзолей, куда приходишь один раз в жизни и остаешься там мысленно навсегда. Это живая структура и дворик, вот меня чем он сегодня порадовал, что здесь будут собираться интеллектуальные, интересные люди, творческие, они будут общаться между собой и таким образом жизнь музея начнется заново, потому что сюда придут молодые, те, которые хотят еще что-то сделать для этого мира, украсить эту землю и это место для общения. Он очень уютный, я полагаю, что очень неординарные люди приложили свое мышление, опыт работы и сегодня, сегодня здесь сказочно прекрасно, здесь хочется быть и оставаться всегда. Ясная поляна. Такая тема у необычного симпозиума как по форме, так и по содержанию, который организовал крупнейший в центрально-черноземном регионе художественный музей имени Крамского при помощи правительства Воронежской области. Главная проблема классический музей и современное общество. То есть классический музей, современное искусство, классический музей, современные посетители его, классический музей, современная архитектура, классический музей, современный город. По-моему, каждый аспект, Каждая тема бесконечная, интересная и действительно по-настоящему актуальна. И обсудить это можно все не на такой формальной научной конференции, а вот в такой свободной обстановке, которую задает наш прекрасный музейный дворик. И тем самым включить это замечательное, прекрасное пространство в центре города в городскую среду. На протяжении трех дней в рамках симпозиума «Ясная поляна», кроме выставки «Под открытым небом» в стенах музея, будут работать еще интеллектуальная, литературная и музыкальная площадки.